так пошли-пошли мы сейчас дом культуры логотип контекст униказа там давай позвони всем привет я дима баш это блок спекту баш и сегодняшний наш выпуск посвящен диссидентам кто они такие почему они одиноки и что от них ждать я бессмертный дух кому-то выбил глаз и а тебе за это платили слушай вот уже прошло больше двадцати лет даю козу и уже не замечаю там трусы летят я там мне кажется проще всего я долго время провел депрессии например я знаю что это ты считаешь себя сильным то есть ответ про бульканье в утробе матери не подходит для того чтобы завоевать сердца девушек мне казалось даже что они сейчас будто русики кидать как-то этого добился 14 лет когда первый релиз мой вышел помню сингл петтинг хороший у нас был походил фил рекордингом занимался какое-то время были пошлости различные все мешали нам было пофиг на стиль какую-то сторону хотел переехать первая виниловая пластинка у нас по 6 полбина renegade hardware вот тут у нас очень много пластинок включи харизму чтобы мы сняли трусики и кинули тот артист который помнит свои гастроли он на них не есть и так мои друзья сегодняшний гость моей передаче это станислав диссидент не слав пока диссидент продюсер диджей и глава лейбла опасает рекордингс из города санкт-петербурга в эту информацию вы и так они все знаете так вот встречайте моего гостя стас привет стас как дела очень хорошо я бессмертный дух который воплотился на землю человеком и отвечает на вопросы отлично слушал тебя есть 40 секунд чтобы рассказать свою музыкальную карьеру время пошло я начал булькать в утробе матери вот и эти звуки запомнились мне на всю жизнь я продолжаю развиваться в этом деле булькни не беречу 20 секунд кроме булькни естественные какие-то испражнения тоже потом пошли все естественные звуки захватили меня я с тех пор в общем аудиал слушай стация расскажи по свое детство где-то вырос я родился на васильевском острове вот но там не жил никогда и до сих пор теряюсь когда туда попадаю могу бы заблудиться хотя казалось бы там все такие линии это прямые но загадочным образом я там блуждал особенно в каких-то состояниях измененных а вот я родился и бы жил в петербурге всегда в ленинграде точнее то есть ленинграда мы можем назвать именно то что допустим дальше московских ворот вот или что такое то есть вот я жил на ветеранов детстве и а также меня отправляли в деревню на все лето пензенскую область там в общем-то я постигал назы общения с природой сколько тебе было лет всегда всегда сейчас ездишь ну там уже нас ничего не осталось пензенской области вот мы ездили вообще это превратилась была такая прекрасная поселок городского типа а сейчас там просто везде пятерочки там магниты просто на каждом шагу магазины я не понимаю вообще а что там люди собственно делают слышал когда ты ездил деревню в детстве так бабушки довезли бабушки был как у них хозяйства да конечно ты помогал нет я в основном жрал все с огорода домашние животные до козы ты тоже хел козы нет козлятина я пробовал один раз это так себе такая очень усиленная баранина доил козу нет и что а что еще про детство рассказать вот в германии жил некоторое время расскажи на вот мне мама переехала значит га под гамбург и меня взяла где-то восемьдесят девятом полном году вот я маленький там несколько лет провел и потом вернулся уже из советского союза в российской федерации это было еще такое контраст сколько тебе лет было тогда этому лет шесть то есть германии ты был 6 лет в шесть лет шесть это так я точно не помню вот или в пять такое mail мелкий совсем был но у меня поразило то количество игрушек разнообразие вообще всего вот скажи а у тебя вот в детстве тянул как это к творчеству абсолютно постоянно да что как это появлялась я две вещи любил спорт и любые виды творчества рисовал я не очень основном это были пошлости различные вот то есть фалосы я рисовал в основном там такие вещи вот да да конечно и музыка да извлекали звуки как могли из всего что угодно что будь то проигрыватель пластинок гитара или еще чтобы то есть я даже не помню когда это прям увлек но всегда музыка звучала и давай вернемся в деревню я с местными были кенте разборки да не ну бывало да да был даже случай там значит это зиме чина называется поселок там дом культуры и молодежь там на дискотеке собирается естественно вот и но мы то мы там тоже с товарищами хоть и городские нас все знали мы там с детства то есть мы абсолютно под протекцией как бы были всегда и что самое интересное вот как было принято тогда на этих сельских дискотеках вообще парню танцевать было западло только два качества может его оправдать если он пошел в пляс это то что он бухой в санину или то что он городской тогда не употреблял вот и но нас да не трогали но однажды на одну из дискотек этих ему даже там ставили музон там с товарищем вот полу ну такой более-менее который бы подходил всем и да какая-то вы компания тогда пришла значит левая с какого-то там соседнего поселка вот и они как бы посмотрели на нас и не поняли да что мы вроде как и не бухие ну вот и танцуем все тёлки мы еще и как знаешь по-модному еда это было по модному я не помню как это были модные движения и комбинация движения и собственно да и произошел конфликт до такой степени что мой товарищ тоже саша шульц он как-то поднял камень в драке уже кому-то выбил глаз этот кто-то оказался потом что это милиционер в общем были жуткие разборки но с нас все с как с гусей вода всегда было то есть вы свалили обратно в город да естественно в школе ты хорошо учился никакой был любим предмет немного но я как хорошо учился я я почему-то дал себе такой зарок никогда не делать домашние задания и не делал ну дел как и все там за 10 минут там перед уроком что успел вот это меня только подводил и прогулы а вот я очень не любил в школу и собственно на любимый предмет у меня почему-то был география всегда вот я очень любил географию биологию какую подставину хотел переехать переехать прям жить я бы на другую планету бы хотел бы переехать но предположим другая страна это другая планета ну так нет есть другие планеты прекрасным где живут тоже гуманоидные цивилизации я туда бурхат например школе это ходил на дискотеки школьные да и вел их конечно как это происходило ну как это происходило в рекреации у нас были спортивных залах режет мы в актовом зале мы всегда за музыку отвечали собственно вот и мне сложно ну то есть опять же каким каким-то образом пациент пытались насаждать на нормальный музон но в то же время все равно ставился и там я не знаю что-нибудь типа группы мираж там и так далее или что девчонкам нравилось вот я бы я пытаюсь ну там там уже такое пошло то есть вот я не знаю ну я всегда ну допустим возьмем там какой-нибудь год 99 там 98 что у нас тогда было популярно руки вверх я тоже так вот и малыш лавала ну что же то студент игрушку новую нашел не думаю это гениально и девочка нравился помню мама я русского люблю помнишь так куда было такое ли мама я полюбила бандиты и жала так и не поставить было проводит же там что такое ну аккуратно крово аккуратно потом уже можно было я помню продажи наконец-то все прохавали а тебе за это платили нет преференции особо не было при весь прикол был в том чтобы поставить нормальный музон небольшая ремарка когда мне было 15 лет в одиннадцатом классе в десятом я вел дискотеки и мне за них пометили по 10 времена это был девяносто шестой год примерно вот внизу не оплатили там около 10 рублей за одну дискотеку который что три часа и дискотеки тогда я была не очень модно вести потому что отведешь дискотеку все пацаны зажимаются с девочками танцуют либо пьют под залом у тебя также было меня было обидно что все тусят от из не пускаешь слушай вот уже прошло больше двадцати лет я иногда думаю что даже хорошо что они не слушают музыку потому что они не доросли как станислав начинал свой путь как диджей да можете были кто когда-то но у меня много было псевдонимов там такие какие-то меня был токсикоз я был и хоха почему хоха хоха это персонаж из передачи большой фестиваль помнишь быть ботинок показали что мы ведущий будет ботинок я несколько смутилась но когда узнала что это легендарный хоха со школы есть какая-нибудь история интересного прям со школы я ненавидел школу и ненавидел вообще сам институт именно где приходится подчиняться кому-то я буду бунтовал всегда и соответственно мне дичайше школа не устраивала какая бы она ни была и мы регулярно устраивали всякие теракты там я думаю что и ты тоже то есть мы разбивали окна там заливание бокситной смолой и дверей чтобы никто не попал зимой примерно делали это и ну самое веселое это связано даже не веселое может просто самые запоминающиеся и в какой степени травматичные это все-таки связанные со спортом когда занимался спортом я занялся волейболом и футболом вот и вот после иногда после проигрышей мы серьезно потом забивались после выясняли отношения и был победителем или да по-разному по-разному бывало был бывал и бит ломали что-нибудь да не так на нос может быть только я не знаю сколько раз жизни ломал нос такой вот и вот эти уличные драки вот они как раз мне почему-то и запомнились вообще раньше был как помнишь на война субкультур вот тоже но я был непонятной субкультурой то есть меня бишь как вышли в диссидент это еще кроме инакомысливающего еще такая проблема идентификации то есть как бы такой человек которого невозможно идентифицировать чего и вот и я собственно и был такой странно одевался но больше всего был похож мне так определяли как ну на кислотник или рейдер до до сих пор на остался этот носок с радиации ну вот я таким чудовищем ходил и непонятно было по крайней мере в районе где я жил там не было этого распространено то есть это ветерки самый муж и сосновая поляна лига то есть это вообще настолько такой глубокий ленинград и там как помнишь там да ну чтобы там не нужно было знать 10 рейдерских групп как 10 металлических я могу назвать перечислить тех времен те чем на тебя и ничи оникс cypress hill люблю до сих пор потом естественно run dmc потом значит эмси хаммер какой-нибудь и металлический 5 вот опять же на то время сейчас бы я назвал 100 666 конечно групп на то время конечно да металлика море коррозии металла много какая коррозия металл любимая песня у меня ритуал сожжение трупов хорошая мне нравилось время остановить поиск любите лошади красная да сейчас вот как раз боров кощей и еще забыл 3 классический золотой состав коррозии они без паука они как коррозия называются и вот они там старые песни лобают . ладно вот ты закончил школу тебя был выпускной я не на него не пошел и пошел в клуб потому что я играл по моему в пятницу даже я начал выступать там типа в клубах и так далее я думаю что это в году в двухтысячном произошло было мне 15 то есть 15 лет можно было спокойно пойти в клуб 2000 году ну я высокий такой был мне принципе отпускали да я очень рано и по получается то принципе 99-го то есть мне было 14 лет когда первый релиз мы вышел на кассет могу заметить что в 2000 году и далее можно практически было все об этом вы можете посмотреть наши рубрики записи со старых кассет где мы выкладываем всякие видео со старых рейлов хэй хоу мои друзья я дима баш это блог speak to bash и опять у меня ламповая рубрика записи со старых кассет и как вы думаете что за моей спиной за моей спиной находится мало арена юбилейного где 1 июля 2005 года было вот такая вечеринка назывался глобал драм-н-бэйс я здесь ваша это был спичь ваш слушай после школы ты же пошел куда-то учиться учился и куда нет я пошел кино и телевидение учиться и как бы там пошло уже такой замес что постоянно выступление я вот недавно открыл какой-то свой старый сайт прикольный который еще на чтим или написал руками и там было расписание где играют просто там три раза в неделю обязательно где-то выступал и вот так вот это продолжалось годами то есть я не знаю учиться было совершенно мне в лом поэтому где-то с третьего курса на какой курс на звукорежиссером да ты пошел учиться а ты мастер-тураков сам делаешь нет ну я могу делать сам но мастеринг вообще этому там вряд ли учат во первых и это было не музыкальная звукорежиссура кино вот я еще работал в кино тогда подрабатывал бум оператором звуком и собственно в общем я работал это я даже документа тут не забрал может быть когда-нибудь вот и да был плотный график выступлений был вообще угарная думал от плотно это на сколько вот эти говорю три раза в неделю я или если я куда-то улетал в другие города это года где-то были 2002 и далее вот у меня дебютный альбом вышел в 2000 году потом 2003 сольный первый диссонанс потом у меня астромон 2003 году вышел и вообще когда история с этим то и в 2002 году в следующем году будет уже юбилей 20 лет когда вышла 1 виниловая пластинка у нас паша из полбина ренегейт хардвера и вот тогда пошла очень сильное движение пошло гастроли и все такое немножко поговорим о твоем кино ты же в кино живу снимаешься да и всем говорили вот слух так уходил правда ли нет разве его говорят что тебе палец папа был бандит и он тебя поднял на ленфильм только благодаря папе потому что он какие-то там бандитские подвязки имел на ленфильм и поэтому кризис бандитские за почему не знаю слух так уходил у меня отец чемпион бсср по моему по дзюдо он был дзюдоистом крутым приехал в ленинград и он поколение нашего президента между прочим и они то и он тоже занимался дзюдо но они в разных клубах были и тогда в 90-е годы спортсмены были собственно это такие особенный вид гангстеров вот они стояли на входе малочисленное количество клубов вот вышибалы так называемые были и вот мне отец работал в одном заведении на парке победы роза ветров называлась очень было престижно туда хрен попадешь вот и моя матушка красавица ночью там с ней познакомилась вот он ставил туда тусоваться и я получил то есть благодаря розе ветров ты получил и дзюдо дзюдо да а я что касается вот и не это отец просто мой параллельно работал постановщиков только каскадером особенно вот на линдфильме в частности и у я всю жизнь тоже мотался с ним удано и на съемки и на сама студию фильм для меня как дом родной я по этим коридорам там мелкий шастал это кафе всю жизнь буду помнить столовой раньше было вот еще это так выглядело и часто не лучше но то что время это вообще повара какой-то такой блокадный не сейчас там ремонт сделали там уже все лучше сейчас получше но есть еще запутки такие как ты снимал столько каскадем я-то снимался в эпизодах и всегда там и и постарше когда стал да я начал выполнять руки сзади как бы и сейчас до сих пор я продолжаю это делать я не могу сказать что я какие-то там сверху сложные выполняю трюки но драки уж постоянно меня убивают это вообще драки убийства это вот моя мпла самый сложный трюк который исполнял но это взрыв я помню я играл фашиста выборге мы снимали фильм про войну и я фав вот у меня была одна из сцен что я иду и подрывая знаменем и вот пиротехники заложили значит специальную как бы бутафорский мину и там приложили землицей так хорошо удобрили я очень взорвался на все это полетело в глаза вся эта грязь я думал я ослепну модно мне промыли потом а какие счеты реки исполнил здесь по теме мобильный я не умею водить и ей полу и весь падение с разных высот не так чтобы уж очень высоко там ну вот папа у меня порыгал свою молодость чуть ли не со шпиля петропавловки вот он он крутой каскадеры сейчас он постановщик трюков и вот да это действительно по блату соответственно вот плюс я всегда был парень спортивный в общем да это это вообще такой довольно неплохо оплачиваемый труд и кого-то заменял и знаменитых я честно говоря очень много участвую в всех сериалах наших дебильных извините пожалуйста тоже наш хлеб они дебильны просто в том плане что они все об одном вот эти все ментовские разборки встреча назначена ну разумеет герман на сегодня все встречи отменены вынужден вас обыскать я понимаю служба вот что-то спросил самый сложный заменял кого-то вот и там периодически да я кого-то дублирую но и может быть они и звезды но я могу сказать ну вот например улицу разбитых фонарей я например нилова там дублировал по такие есть смешные там какие-то задачи там я что он стоит кружка пива и какой-то снайпер ему стреливает в эту кружку пива она взрывается это был вот это был я да вместо него допустим кружка пива да вот и такие вот технические вещи и ну и чаще приходится работать так называемым страховщиком то есть я слежу за установкой страховки со мной тоже помогает делать там собираем коробки и прочее прочее были пункты интересные дикие истории связано с твоей каскадерской деятельности ну там как раз вряд ли что-то дикое уж прям совсем можно вспомнить потому что как раз вот это наша каскадерская группа она отличается тем что мы стараемся все просчитывать вот просто до миллиметра вот и в общем то вся основная задача наша заключается в том чтобы никакой дикости не происходило зашествия никаких не было да нет они бывают всегда технически как бы и травмы бывают там за новую то есть вот например мой отец даже старается не приглашать исполнителей дико экстремальщиков диких вот то есть не бывали там случае бы и с жемперами например там с высотных зданий прыгали и так далее вот очень много паркурщиков с нами работают бывших в общем человек должен быть гибким ответственным и не не настолько безбашенным как все думают а слушать ты говоришь лучше всего тебя получается притворяться мертвым все убивая притворись можно сейчас съемки фильме дропа говорим про сапко да это такой проект несколько лет назад мы поехали снимали документальный фильм о потерянных различных монастырях которые были в различных войнах сразу сравненной землей вот в новгороде велика много множество такие какие-то храмы старинные совершенно и вот как сценаристы совместили рассказ про эти значит все бывшие достопримечательности про теле отписи там то есть это вот пушкинский дом организовывал наш филологический институт это по древним летописи мы там ползали везде очень энергетика потрясающая у некоторых мест просто чувствуешь свет какой-то внутренний и как-то параллельно еще шла линия с садко вот я ходил по этим местам меня приодели борода пока покрасили там что-то вот я собственно не даже по моему слов не было и везде ходил просто ходила молчал он уже вышел нет я думаю нет еще они там что-то на как всегда на стадии постпродакшена зависла но надо узнать я честно говоря может быть процентов всего 20 из всего того что я где снимался увиделся слушай ты считаешь себя хорошим актером нет нет если тебе предложили главную роль если бы это себя характер было ну как бы если мне нужно было играть себя вообще не играть по-хорошему то есть если была такая роль где бы я был камин камин не совсем вообще персонаж что было органично со мной именно лично то в этом случае я бы я бы мог быть актером ну это уже не лицедейство это как такое другое чтобы быть хорошим актером либо нужно действительно образование раскрепощенность какая-то нужно особенно я и не обладаю я раскрепощаюсь по-другому если предложили бы главную роль как ты сказалось сыграть похоже на тебя а какой ты вот как-то себе запиши какой твой герой должен быть какими обладает качествами это близко ближе всего к тебе мне кажется проще всего я долго время провел депрессии например я знаю что это такое вот я могу депрессивного человека сыграть легко хмурого стена это жалуется ты считаешь себя сильным до ответственным бывают бывают косяки умным не знаю надеюсь да стас расскажи по свои первые шаги в музыке как начинал и когда то есть ответ про бульканье в утробе матери не подходит подходит это первые шаги а дальше вот вот более осознанные ну и а я переехал на пулковское шоссе и там снуд пошел новую школу и мы там как раз с андреем аспектом начали собственные проекты создавать пытались просто из чего угодно сделать музон то есть там переклеивание кассет делали лупы таким образом играли на гитарах у нас было изобретение бум гитара значит по ней игралась карандашом или ручкой вот и вот мы так вот мы каналы записывали именно вот параллельно ставили несколько магнитофонов чтобы они одновременно еще заиграли но это просто жуть и у меня появился секвенс ронт такой потом покажем его картинку я на нем уже бы уже начал осмысленные вещи делать это вот как раз девяносто девятом году девяносто восьмом я упражнялся это просто вот такой вот небольшой вот коробочка с жека экраном в то время там вообще я не знаю это стилус по-моему называть или что ну там таким карандашиком какой год девяносто восьмой где-то да вот и собственно на нем до записи кит сохранились тоже на кассетах у меня вот у нас вот мы даже думали с андреем как там называться вот и мы назвались нирвадиджи помню вот что он любил нирвану буря нирваны вроде джи да вот и у нас такие были синглы к альбомы помню сингл петинг хороший у нас был потом ну в общем интересно мы делали обложки первую первую кассету помню продали мы товарищу вот на почту сходили сделали xerox тогда было это не просто сделать и вот у нас был тиражи даже какие-то кассеты а записи вот некоторые да некоторые да но это такое что-то безумное то есть и звук извлекал из чего так вот ребята сейчас я дам инструмент стасу часу будет или кабинки но а матерь можно вам быть так это у нас бочка тогда будет поглуши меня перкуссионист из мне кажется это какой-то чувак из египта те кто был видит поймет первая программа на в которой подписать музыку вообще было какой-то такой у нас стереотип что за счет компьютеры дают пластмассовый звук совершенно не true и мы старались все то есть у нас какая-то техника была невероятная то есть мы пошли в клуб ука из тоже какой-то такой типа дыка у нас было там и этом тегисом кстати еще занимался кроме всего и там кружки кружки и вот там был пульт хороший пульт но он занимался тем что то есть он его используя в качестве закладки дырки в столе как того там вообще то есть мы его оттуда подрезали за какие-то мелкий прайс и он кроме всего прочего выдавал какие-то такие дикие искажения вот мы все это дисторшн мы пытались сделать что-то типа аффекты и ну что тогда мы слушали все мешали нам было пофиг на стиль все очень зависело от того именно что мы слушали тот момент а тогда как ты помнишь очень пышно цвело пиратство у нас в принципе надо ставали всего на московской был такой небольшой значит маленькая комнатушка как табачная лавка только там по всем стенам значит были списки релизов но ты выбираешь им даешь свою кассету они за 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 мелкий прайс записывать вот так вот на слуб доставали там совершенно кита концертный за ну в общем у них была большая коллекция и все я весь варп практически у меня тогда был там я не помню ни джи тюн там всю вот вот доставали то что а представляете же интернета не было да то есть вообще это будет ценности великие вот тогда пластинки еще не начали позицию с не было там не базы там не так что счастлива пластилин будет что такое ну вот пластинки тогда еще не поэтому бумер уже был магазин пластина позже до мекка у него нет тогда вот там мы уже покупали да но это был позже и тогда да но все равно пришлось перелезть на компьютер конечно вот программа это было это был кейквок вот я начинал эйси первый против лук вспомню попался когда-то и так вот он и остался в принципе до сих пор фл студия родина слушай а правда что первые три альбома диссидента басы были накручены на стандартном приложении против лук три осы реально да да нет это правда что это нормальный синтезатор вот тебе три осциллятора пожалуйста три генератора и синтез как синтез для такого не сильно хитрого баса в принципе нормально хватает ну можно выпендриться а где сэмплы был вот сэмплами как раз была тогда проблема то есть естественно тоже покупались какие-то диски в библиотеке но было мало все резалась воровалась в другой музыки не ходил диктофона не записывал до записывал я когда работал в кино на звуки ходил филд-рекордингом занимался какое-то время ну вот но это не такой веселый расскажи про первое поступление на публике как диссидент так как диссидент ну вот у меня была группа диссонанс там творческий степ коллектив тогда называлась тогда чего первые кассеты респект вот на втором сборнике выходила песня хэлло луис и мы с ребятами объединились у нас была такая живая команда прямо банда мы играли старались там у нас драм-машины какие вся все все барахло которое у нас было мы натащили даже на басу андрей играл mc аким царствия небесная был на вот а как диссидент я наверное в не стал играть и диджей сеты уже не лаевых с пластами небольшого количества меня там было кого-то брал не боялся публики никогда то есть пофиг нет я здесь я всегда постоянно ходил на дискотеке в клубы вообще наоборот было ну как бы во первых что тут скажешь ведь и для чего все это делалось для того чтобы завоевать сердца девушек а чё так можно было что нормальный молодой человек это занимается музыкой ради этого нужно то есть страх страх страсть изобретательства и манипуляция значит так вот к чему это все пришло небольшая ремарка года два назад в клубе опера стас выступал на мероприятие time of night и он танцпол был внизу в подвале кто был тут понимает о чем я и многие люди офигели когда стал спас стал играть ноги побери девочки все побежали на танцпол и стали качать диссидент 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 мне казалось даже что они сейчас вы трусики кидать как-то этого добился не ну это природная харизма а вот она видимо работает иногда когда хорошее настроение включи харизму чтобы мы сняли трусики и кинули ну вот опять же для этого нужно в особое состояние пасть такой полутранцевый медитативный ну это удивительно я то видимо не слышал что они кричат трусики видимо я уже настолько привык к этому что и уже не замечаю там трусы летят я там коллекция есть вот не собираю надо было слушай вот когда ты стал писать музыку и у тебя стали треки получаться ты куда их рассылал на какие лейблы да это было на самом деле не так просто то есть вот на иностранные лейблы если посылали диски там это пока дойдет а папа им по обычной почте вот ну и слава богу если там кто-то откликался просто хотя бы фидбэк какой-то давал а так вот ну мы раздавали естественно всем кассеты которые кассеты диски людям которые диджеем не в небольшом количестве у нас было там федев умер еще тассе кассеты таскал так с какой-то странными записями своими которые не на компе еще сделаны вот там ему я видел растерянность на его лице я очень обижался что он не слушает я понимаю теперь что приходилось через что пройти первый лейбл на котором ты выпустил первую пластинку пластинку вот там вот тут у нас очень много пластинок очень много пластинок если я говорю много это значит очень много пластинок и очень много вот это вроде все да ну вот и не все просто и расскажи про знаковые и все это вот это интересно а а это микрофанк наш это прекрасный лейбл БОПА это прямо вот это два релиза еще один есть такой тоже цветной но у меня и этот альбом Андрей вот это вот ты да это то что я обложку делал вов рекордингс а вот это на оффшоре хорошая обложка мне нравится Сочти оф Сиверс Керри Тонс американский лейбл вот это первая моя пластинка на сборнике Ренегейт Харвард Вэр у Стаса Диссидент на Ренегейт Харвард Вэр вышла вообще первая пластинка трек назывался Пол Би и Диссидент Пол Би сейчас в Америке живет и работает на Спотифай насколько я знаю а вот она да трек офигенный он даже сейчас да он даже до сих пор котируется нифига себе я даже этого не знал очень много всего ну ты считаешь это достижение ну до тот момент я вообще ой на тот момент давай их туда куда-нибудь вот так на тот момент да я это я очень я прямо витал в облаках ну для тебя прям вот это ух что тебя подписали на Ренегейт да это было ну это конечно спасибо благодаря Паше потому что он тогда уже подписался с Диджеем Трейсом на CD Cypher и у него уже были нормальные подвязки и тогда уже интернет был худо-бедно на диалапах там работал и мы уже там ну ты считаешь себя хорошим музыкантом? да кстати в 2003 году был SPB DNB Awards и Стас Диссидент немножко покажу занял как Best Album лучший альбом 2003 года по мнению SPB DNB голосование было проводилось на многих мероприятиях и это действительно голосование не как сейчас в интернете там был не поддел там были анкеты где каждый заполнял свое мнение расскажи про этот альбом 2003 года что это получилось да Astro Mode я могу его взять там Astro Mode да это один из лучших альбомов да вот тогда да вы устроили как раз вот это мероприятие прекрасное и у меня видимо просто кроме меня там особо никто ничего не выпускал нет там много у нас было много что много было что у нас был лучший продюсер лучший альбом лучший сингл лучшая вечеринка там много много было номинаций все можно посмотреть так же стал он в 2003 году лучшим продюсером и лучший сингл а что за сингл у тебя был в 2003 году? по-моему стигмата а стигмата да он хороший очень я помню да вот такой вот мрачную музыку я так дописал как в принципе и сейчас вот а в 2004 году статутка была поменьше и он только лучше продюсер и все а все остальные я помню взял без дофига респект и многие 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 другие так что очень скоро у нас выйдет наверное видео записи старых кассет не пропустите вот заграничные гастроли куда ты ездил и как это все происходило да как у всех первые какие-то выезды были естественно в Прибалтику Украина Беларусь все как надо Крым ну и вся Россия вот я опять же вспоминаю то те расписания которые у меня были то есть это я был в Магадане самое далекое вот ну и вот и был везде в Сибири в Новосибирск одно время прямо в Академгородок это моя любовь а за границей помню мы сняли какую-то квартиру в Академгородке мне чтобы я там поспал после вечеринки и как-то что-то мы там автопати строили и приехала да значит хозяйка этой квартиры вот и все валялись в лёжку я кое-как я ей ответил что-то что я юрист там начал их прогонять вы не имеете права нас тут выгонять там пока статьи из головы достал вот так и вопрос был в чём за границей да вот прям за границу именно вот я первая за границей Польша была Польша да в город Ольштин съездил потом в Варшаву оттуда и потом ещё выступал пару раз тоже в Польше особенно в Кракове мне понравилось где живёт наш друг Миша Ридзи да привет ему были да Миша Ридзи тебе привет и потом я в Амстердаме играл потом в Германии я играл в Кёльне по-моему или ездили мы в Кёрль просто где же я играл где же я играл а Липцик Липцик по-моему так да и ещё где ну в общем должен был в Штатах играть но к сожалению виза там с визой не очень то было бы ну я думаю что всё впереди ещё я думаю да ты в очень поляре на западе а есть какие-нибудь истории с гастролей интересные вот надо было подготовиться потому что что не гастроли ну я так скажу тот артист который помнит свои гастроли он на них не ездил видимо вот потому что ну сколько ты стоил чтобы тебя позвать ой да я не помню ну часто может быть даже и нисколько ну вот смотри чтобы сейчас позвать диссидента на своё мероприятие сколько это стоит сколько это стоит очень-очень большой список ну сколько вот стоит чтобы позвать на корпоратив а на корпоратив на корпоратив дорого сколько да я не знаю правда 23 сколько 50 10 то есть тебя можно купить да да ну такой 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 вот у нас капиталистический мир что все покупается и продается но я не знаю чтобы я играл на корпоративе 12 вот у меня группа битый сектор вот там можно было бы что-то спеть я делаю ваш это блок спит ваш 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 ваш